МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Боровихе уже несколько лет ждут газ при готовой инфраструктуре. Когда коронавирус не щадит ничего, что делать, если после болезни у вас выпадают волосы? 30 октября в Алтайском крае начнет действовать режим QR-кодов. Такую систему введут при посещении общественных мест. Сообщается, что указ об этом глава региона Виктор Томенко подпишет на следующей неделе. Добавим, что связано это со стремительным распространением коронавируса в регионе. Пока говорится о том, что QR-коды, то есть свидетельства о вакцинации, будут проверять на входе в торговые центры и учреждения культуры. Система проста, его отсканируют либо с личного кабинета госуслуг, либо с распечатанного документа. Отметим, что подробностей о технической готовности региона к этому режиму нет. В Центральном районном суде Барнаула начали исследовать материалы по делу бывшего министра транспорта Алтайского края. Сегодня гособвинитель зачитал два тома из 15. Так, среди материалов была озвучена характеристика на Александра Дементьева. В транспортной отрасли он проработал более 17 лет. В период с 2014 по 2017 возглавлял Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области. Там, согласно материалам дела, зарекомендовал себя как ответственный и авторитетный руководитель, о чем говорят и ежегодно выполненные планы. Напомним, Александра Дементьева назначили министром транспорта Алтайского края в октябре 2018-го. Эту должность он занимал по мае 2021 года. В июне этого года Дементьева задержали по подозрению в получении взятки размером более 5 миллионов рублей. По версии следствия, за деньги министр обещал покровительство одной компании, которая наносит дорожную разметку. Речь шла о заключении контракта и беспроблемной приемке выполненных работ. Также сегодня на заседании гособвинитель озвучил данные о имуществе Александра Дементьева и его семьи, а также о доходах. Так, за 2019 год, уже будучи министром транспорта, Дементьев заработал около 3,5 миллионов рублей. За 2020 в совокупности 2 миллиона 841 тысячи рублей. Также было отмечено, что летом при обыске у экс-министра изъяли более 7 тысяч евро, около 5 тысяч долларов и более 200 тысяч рублей. Добавим, что ранее Александр Дементьев свою вину признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. К 26 годам в общей сложности приговорили алтайских маковых наркобаронов за продажу приправы для булочек. Самый большой срок получил главный фигурант дела Сергей Серенко. Его приговорили к 11 годам. Меньше всего Юлия Серенко. Ей дали в два раза меньше. Родственники подсудимых уверены, что дело не проиграно. Теперь судьба подсудимых в руках апелляции. Репортаж из зала судебного заседания. Немного положительных эмоций перед обвинительным приговором. На оправдательные подсудимые не рассчитывают. Дарью Бетюцкую поддерживает молодой человек. Юлию Серенко никто. Дочь в зал суда не пустили. Сергея Серенко нет. Судья начинает оглашать приговор без него. Микрофон, чтобы судью было хорошо слышно, положить не разрешили. После непродолжительного перерыва Серенко уже в зале. С давлением 230 слушает свой вердикт. Судья приговаривает его к 11 годам строгого режима. Подсудимый пытается взять слово. Мне был заказан факт присутствия в пищевом маке матовой соломы. Простите. Немножко сложно говорить. Четыре года почти борьбы. Все-таки надеялись на какое-то... Не знаю, правосудие что ли. Ну, судя из последних заседаний, я понимаю, что его вообще нет. Продавцам Сергея также вынесен приговор. Дарит 10 лет Юлии 5 за счет свекчающих семейных обстоятельств ввиду того, что из материала в дело убрали 300-граммовую банку с маком, которую при обыске дома нашли в кухонном шкафу девушки. В зале судебного заседания женщинам надевают наручники. Непонятно, на каком основании пообщаться с ними уже не разрешают. Когда Сергей выйдет на свободу, его сын будет школьником, практически подростком. Ему исполнится 12 лет. Когда Дарья вернется домой, ее сын станет совсем взрослым. Ему исполнится 29 лет. А вот Юлию, которую сегодня приговорили к пяти годам лишения свободы, боится, что сегодня видела свою маму в последний раз. Она у нее пожилая и нуждается в повышенном уходе. Алтайских маковых наркобаронов пока еще нельзя называть осужденными. У троих маковых узников есть 10 суток, чтобы подать апелляцию. Но, как показывает практика, уменьшить срок удастся лишь на несколько месяцев. Я ни одного, ни троих, никого я их не оставлю. Я буду за всех грызться, получается, как за себя. Палитина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Более 800 домов в селе Боровиха остаются без газа, несмотря на то, что жители уже закупили и установили оборудование. Люди ждут подключения несколько лет, но ежегодно сроки сдвигаются. В мае им пообещали, что газ будет подключен до наступления топительного сезона. Однако жителям села до сих пор приходится топить печи дровами и углем. Когда в дома поступит голубое топливо, разбиралась наша съемочная группа. Газ в селе Боровиха появился почти 10 лет назад, однако газификация коснулась лишь центральной части муниципалитета. Жители окраин около 800 домов до сих пор отапливают дома по старинке, углем и дровами. В том числе и Ольга Распопина. Женщина живет вдвоем с неходячей дочерью-инвалидом и ждет подключения газа уже три года. Подать голубое топливо в трубы, говорит Ольга, обещали до наступления текущего отопительного сезона. Мы сейчас в таком положении, что у нас ни газа, ни дров, ни угля. Мы понадеялись, многие сейчас нахрапом закупают. Естественно, наши тоже рвут, они повысили цены. Вот такая маленькая машинка, дров, 5,5, плюс 500 уже доставка стала. Из-за повышения цен закупать уголь и дрова становится тяжело. Но другие способы отапливать дом недоступны, даже несмотря на то, что большинство жителей закупили газовое оборудование. Все трубы подключены, осталось лишь пустить газ. При том, что для этого людям приходилось брать кредиты на сумму свыше 100 тысяч рублей. Это расширитель газовый, уже газовый расширитель. И это все трубы для газа. Вот это вот центральное, и эти пошли. Здесь отсюда с кухни идет на горячую воду, на холодную, на горячую воду, на газ. Согласно документам, причина отсутствия газа – недоработки, допущенные подрядчиком. Он выполнял работы стоимостью 86 миллионов рублей по проведению коммуникаций до границ участков, затем устранял замечания Ростехнадзора, а сейчас, по словам главы Боровихи, готовит финальную документацию. Замечания были небольшие такие. Вот где-то там куст какой-то, рост или дерево, или какая-то там куча была с лесоматериалом, наваренная рядом с газовыми сетями. Сейчас я говорю, чисто технически идет документация, подготовка, сдача ее каждого наложенного метра через акт, скрытый заработок и так далее. В Краевом Минстрое также обещают скорый финал газовой истории. В настоящее время документация будет передана в эксплуатирующую организацию «Газпромгазораспределение Барнаул». И я думаю, что в течение недели уже там исключительно организационные моменты, то есть технические, будет произведен пуск газа. Жители Боровихи больше могут не волноваться, говорит Евгений Григоренко. Ожидания подходят к концу. Однако сами потенциальные абоненты все равно сомневаются. Процесс и так длится годы. А мы продолжим следить, действительно ли газ придет в дома в ближайшее время. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. С начала года в Алтайском крае произошло больше двух тысяч пожаров в жилых домах. Причиной почти тысячи из них стало неисправное топительное оборудование или нарушенная эксплуатация. Чтобы предотвратить ЧП, спасатели, полицейские и сотрудники социальных служб провели специальный рейд. Особое внимание при этом уделяется приборам отопления, а именно твердотопленным котлам, электронагревательным приборам, электропроводке. Сотрудники побывали в домах поселка Восточный. Жителям напоминают о правилах безопасности. Подобные рейды проводят во всем регионе. И за это время сотрудники выявили 272 нарушения. Алтайский край – один из лучших в стране регионов по лечению открытых переломов. В Барнауле в эти дни проходят практические семинары с врачами со всей России, где наглядно представляют современные техники операций и устраивают мозговой штурм. Анастасия Наборщикова продолжит. Открытый, закрытый, со смещением и без. Врачи-травматологи-ортопеды из Барнаула, Новосибирска и Санкт-Петербурга делятся опытом. Общий мозговой штурм помогает найти новые варианты лечения пациентов. Хирургия же от слова «рука», понимаете, то есть без руки никакие технологии не будут работать. Да, технологии, они помогают, но они помогают только в опытных и умелых руках. Невозможно быть, понимаете, во всем преуспеть. Есть свое мнение, свои подходы. Задача – уйти от осложнений, избежать неприятных исходов и даже инвалидизации пациентов. На конференции диалог травматологов подкрепляется практикой. Навыки отрабатываются на реалистичных макетах и искусственных костях скелета. Коллеги из Санкт-Петербурга охотно рассказывают, как облегчить лечение людей, например, после ДТП. Во-первых, это малоинвазивная технология. Через два-три прокопа можно зафиксировать переднее полукольцо. Пациенты, безусловно, раньше активизируются. На второй-третий день уже могут присаживаться, вставать. В отличие от стандартных операций, когда выполняются большие разрезы, большая кровопотеря. И большая вероятность развития общих хирургических осложнений, таких как кровопотеря, воспаление и так далее. Всего этого мы можем избежать благодаря нашей методике. Два дня в больнице скорой медицинской помощи травматологи-ортопеды Алтайского края будут перенимать передовой опыт, осваивать новые технологии и подходы к лечению тяжелых переломов. А в дальнейшем использовать эти знания в своей практике. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. Власти приглашают барнаульцев к совместной деятельности, выработке норм и правил. Сегодня об этом рассказали в рамках пресс-конференции в мэрии. На 170 муниципальных правовых актов у нас поступило 247 предложений. Но в основном эти предложения поступили на 22 проекта муниципальных правовых актов. Более чем 60% от поступивших предложений разработчиками были учтены. И соответствующие изменения были внесены в проекты. Среди идей от жителей благоустройства территорий или, например, ввод дополнительной социальной поддержки для многодетных семей. Сейчас эта инициатива отправлена на рассмотрение. В целом, донести свое предложение можно, придя на личный прием или общественные обсуждения, поясняют в мэрии. Таким образом, снизу поднимают наболевшие проблемы среди населения. Кроме того, по словам Шаповаловой, вместе с жителями будут и обсуждать проблемы. А чтобы начать этот процесс, сейчас инициативным жителям нужно создать группу или лично отправить запрос в администрацию. В половине случаев переболевшие коронавирусом вновь обращаются к врачам, но уже к трихологам. Люди отмечают, что начинают стремительно терять волосы. Речь не только о женщинах, но до медиков с такой проблемой действительно чаще всего доходят они. Почему шевелюра редеет и можно ли остановить эту проблему, узнавала Анастасия Болотина. Екатерина вторую неделю болеет коронавирусом. Сейчас чувствует себя намного лучше. Высокая температура ушла. Правда, в последнее время заметила, что болезнь проявилась и внешне. Кожа лица и головы стала сухой, а волос на расческе остается гораздо больше обычного. Тоткнулась с такой проблемой, что начали попадать волосы не просто, допустим, обычно, как у девушек, выпадают, допустим, сезонно. А это страшно расчесываться прям, потому что прям сладкий волос. И как теперь с этим бороться, я не знаю. Екатерина не первая, кто теряет волосы после коронавируса. По статистике, с этой проблемой сталкивается почти половина пациентов. И от пола и возраста это не зависит. Но к трихологам чаще всего обращаются именно женщины. Масштаб проблемы пугающий. Выпасть может до 70% волос. И к этому приводит несколько причин. Прежде всего, это высокая температура, которая может длиться неделями. Это мультисистемное воспаление организма, которое вызывает коронавирус. Это спазм капилляров, микротромбы. То, что приводит к нарушению кровоснабжения волосяного фолликула, нарушает его фазы роста. А после коронавирус сбивает процессы роста. Жизненный цикл волоса состоит из трех фаз. Фазы роста, переходные фазы и фаза покоя. Ее еще называют фаза выпадения. Она наступает у каждого волоса по-разному и длится тоже разное время. Но из-за коронавируса большая часть волос синхронизируется и вступает в последнюю фазу одновременно. А это значит, что и выпадать они тоже будут вместе. А это толкает девушек на экстренные меры. Например, наращивание. Эта процедура, отмечают в барнаульских салонах красоты, становится популярнее обычного. Однако за это возьмется не каждый мастер. Луковицы и так слабые. Мы на них повесим еще один вес и еще больше спровоцируем выпадение. Мы полностью исключаем какие-либо химические процедуры, как окрашивание, осветление, кератин. В таком случае врачи не советуют заниматься самолечением и назначать себе горы витаминов. Лучше обратиться к специалисту. А еще они успокаивают. Волосы могут восстановиться и естественным путем. Но после коронавируса нужно им помочь. Питать кожу головы и на время отказаться от фена, утюжков и покраски. Анастасия Болотина, Александр Антропов. День с толком. Грибники Барнаула выйдут на субботник. Участники крупнейшего сообщества грибников в регионе решили совместить приятное с полезным. Собрать последний урожай и очистить территорию леса от мусора. За 4 года интернет-сообщество «Грибники Алтайского края» объединило более 10 тысяч человек. И вот единомышленники решили впервые выйти на крупную сходку. Грибной сезон подходит к концу, поэтому у любителей тихой охоты еще есть последняя возможность встретить в лесу грибы рядовки. Серые, фиолетовые и тополевые. Мы хотим убрать наш ленточный бор и, возможно, познакомиться, провести пикник. Будем проводить уборку возле базы локомонтив вдоль дороги по объездной. По возможности грабли, инструмента мы сами принесем. Перчатки, мешки. Самое вот, что техника нужна. Мы бы хотели, чтобы нам могли предоставить автомобиль, самый главный, грузовой, который смог бы вывезти мусор. Присоединиться к грибникам и прийти на субботник может любой желающий. О точном времени и месте сбора организаторы просят уточнять в их официальной группе во ВКонтакте. Ее вы видите на своих экранах. А этот субботник уже состоялся. С берегов пивоварки собрали и вывезли огромную кучу мусора. За чистоту боролись волонтеры города, заручившись поддержкой регоператора. Уборку на речке проводят регулярно, но к зиме решили, что собранный мусор необходимо вывезти полностью. Татьяна Голубева продолжит. Волонтеры и студенты берега пивоварки облюбовали давно. Годами пытаются привезти красивый природный уголок с водопадом в порядок. Но жители города продолжают свозить сюда самые разные отходы. Свалка росла день ото дня. В черте города все более-менее нормально. И немножко куда-то заедешь, уже есть такие горы мусора. Думаю, у нас будет человек 10. Ну, если будем хорошо работать, дружненько, активно, то все быстренько уберем. Конечно, без техники убрать такое количество мусора было бы невозможно. Но помощь пришла. Помогаем убирать различный скопившийся мусор, который неблагонадежные наши жители складировали в таком красивейшем месте нашего города с помощью привлеченной техники. В эту машину входит 23 куба мусора. Значит, еще сейчас дополнительно приедет несколько самосвалов. К сегодняшнему вечеру весь этот мусор, это около 50 кубометров, будет вывезен. Но убирать берега пивоварки продолжат, ведь задача стоит глобальная. Перспектива вот этого объекта, как общественной территории, будет облагорожена полностью территория вся, посажены деревья. Кустарники, цветы. Это будет зона отдыха для Барнауль. Место очень красивое, правда. И водопадик, и в принципе красивая местность. Надеюсь, что сюда не будут завозить мусор, и тут будет чисто. А еще представители общественной палаты разрабатывают нормативно-правовые документы, чтобы увеличить страфы за выброс отходов в неположенном месте. Для физических лиц до 20 тысяч, для юридических до 200 тысяч рублей. С конфискацией техники нарушителей. Эти документы они представят в Краевое законодательное собрание. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok